Значит, доехал до Цюриха. Когда он приехал в Цюрих, то его поразило швейцарское негостеприимство. То есть, как бы ты до сих пор предлагаешь только воду, чай и что-то там попить. А вот поесть ему, кто ему предложил. Ну, это Лимат. Вот это он все описал. Ну, вот Лиматэ. На самом деле она, она сейчас называется Лиматэ, пишется с двумя мем. Она была судоходной. Вот, только там, значит, какие-то, наверное, были вот здесь ограничения. А поскольку были заградительные сооружения везде, значит, здесь был шестопол из дощечек, поэтому проникнуть сюда никак нельзя было. То есть, это было одно из частей фактификационных сооружений. И вот обратите внимание, это вот Нидердорф, по которому сейчас немножко пройдем. Это называется Дёфли по-швейцарски. Это нижняя деревня, да. Она очень большая была, улица такая, респектабельная. Но, видите, нет совсем дороги здесь. То есть, это было как бы, вот все это из картона сделано. Но в макет 1 в 500 масштабных. Не было никаких, естественно, других построек высоких. А вот обратите внимание на Гроссмёстер. Вот в 1800 году, он до 1803 года имел вот такой вид. Это была богодельная для престарелых певчиках. И, в принципе, если бы не случился пожар, то, может быть, мы тоже видели бы ее в таком виде. Естественно, несколько раз перестроен. Последний раз, по-моему, в 1911 году он перестроился. Но в 1803 году ударила молния, и все эти деревянные, так сказать, составляющие этих куполов сгорели. И когда решили, приняли решение сделать другие купола, а эти купола, знаете, выглядят, как, как сказал Викторий Георг, как перешень свесоломка. Восьмиграмные такие крупные купола. А еще в шутку называют как лимоноданинка. То есть тоже очень похоже. Говорят так, что вот эта река Лимот делит город на три части. На две равные части, равнозначные. Значит, вот эта часть, говорят так, что здесь деньги зарабатывают, а здесь деньги тратят. Потому что в Нидердорфе там очень много таких всяких ночных заведений, клубов, где с удовольствием тратят деньги банки. Вот. И, в принципе, мы не видим вообще зелени. Вообще нет, да? А вот это вот как раз оазис такой, небольшой оазис. Мы туда с вами дойдем. Называется Лимденхоф, Лимбовый двор. С недавних пор, вот, наверное, это повелось, скажем, со времен еще, когда армия уходила во все королевские армии служить. Ко всем королям швейцарской армии. И был как раз вот символ победы, уверенности. Может быть, даже запах какой-то, вот, наверное, структурировал, вот, наверное, это понятие, что у Швейцарии символ зеленого дерева – это липа. Везде, где вы не увидите, это будет липа. А вот в Германии дуб. А у нас в России береза. Вот нам подыграла гостиница Дольда. Поставили везде березы, там они вообще замечательные все нам русские подыграли. Вот. Ну, липа – это еще, как бы, дерево справедливости. То есть, вот, считается, такое ее, как бы, вот, предназначение. Вот Гроссмюнстер. Он был заложен в 1100 году. Ну, если уже говорить, так сказать, об истории, да, действительно, в 15 веке до нашей эры эти все земли были заняты римлянами. Населили эти земли Кельты и Хельветы. Почему Хельветы у нас еще есть название одно из Швейцарии, да? Потому что населились здесь вот именно эти племена. И как раз во времена французской революции, когда французы заняли Швейцарию, с 1799 года до 1803 года Швейцария побывала республикой. То есть, не вот у нее была не прямая демократия, скажу, а управление сверху директориями, то есть министерствами. И вот предстоял очень большой выбор. Почему я говорю, что 1848 год явился переломным годом? У нас с вами сколько времени здесь еще? До четырех они работают. Вы мне тогда знакомы. Переломным таким, знаете, годом. Потому что...